МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала просвещения новости науки, образования и культуры. Сегодня выпуски. В Москве вручили национальную премию «Поэт». Лауреат Евгений Евтушенко прилететь не смог, но прислал запись голоса. Эко-будущее зеленого города. В столице появятся новые веломаршруты и заправки для электромобилей. В геннале архитектуры и фестиваль цветов. Столица продолжает удивлять о самом интересном в рубрике «Афиша». В Москве вручили национальную премию «Поэт». К сожалению, церемония прошла без лауреата Евгения Евтушенко. Плохое самочувствие помешало ему присутствовать лично. Получить приз на сцену вышел Владимир Радзешевский, научный редактор антологии, над которой работает «Поэт». С подробностями Татьяна Михневич. В 1961 году в Большом зале Политехнического музея впервые было прочитано стихотворение «Баби Яр». Спустя 50 лет его автор Евгений Левтушенко удостоился национальной премии «Поэт». Несмотря на то, что церемония награждения проходила без виновника торжества, сказав теплые слова в адрес лауреата, пришел немало гостей. Среди них Александр Кушнер. 8 лет назад он был первым, кому вручили эту премию. Поэтому поэтический дар не слабеет, как некоторые заявляют. Мы посмотрим еще, что от них останется, когда им будет 80 лет. А Евгения Александровича я от всей души поздравляю с этой премией. Поэтический Олимп един во мнении. Если кто и достоин подобной премии в российской поэзии, то это, безусловно, Евтушенко. Автор многих замечательных стихов и нескольких поэм. Человек с активной гражданской позицией, которую он так искренне и открыто представляет читателям. Он действительно создал десятка-полтора, я думаю, стихотворений по качеству и по силе, входящих в историю мировой лирики. Впервые я почувствовал это, когда он написал стихотворение «Свадьбы в дни военные». И потом несколько раз я это ощущал. Ежегодная премия поэта возникла в 2005 году при поддержке РАУ ЕС России. Получить ее могут только ныне живущие поэты, пишущие на русском языке. В состав жюри входит 9 литературных критиков из Москвы и Санкт-Петербурга. В течение года они отслеживают творческую жизнь поэтов, а затем называют имя лучшего. Победитель получает нагрудный знак и денежную премию 50 тысяч долларов. Кроме того, лауреат становится членом жюри и принимает участие в обсуждении последующих кандидатов. Номинироваться на эту премию нельзя. Это кто обсуждается, мы не объявляем никому, нет никаких длинных списков, ни коротких списков. Все решается абсолютно только исключительно членами общества поощрения русской поэзии. Здесь за образец взята процедура, которая уже более 100 лет действует в Нобелевской премии. Поздравительную речь на церемонии честования лауреата произнес и Вениамин Смехов. Недавно известный актер и режиссер, которого связывает многолетняя дружба с поэтом, поставил спектакль на стихи Евтушенко «Нет лет». Он продемонстрировал собравшимся отрывок стихотворения «Молитва» в исполнении двух актрис театра на Таганке. Это непосредственность. Она была препятствием к тому, чтобы очень многие люди правильно его понимали. Потому что, не обладая такой мерой искренности, в суровой действительности советской, Евтушенко каждым своим шагом как будто напрашивался для какого-то количества людей на комплименты в кавычках. Вечер прошел в сопровождении джазового музыканта Игоря Бутмана. В конце прозвучала запись речи Евгения Евтушенко. В ней лауреат рассказал о своей любви к поэзии, словарике рифм из детства и непрофессионализме современных поэтов. В последние годы Евгения Евтушенко занимается созданием антологии русской поэзии. Ожидается, что в этом году в издательстве «Русский мир» выйдет несколько томов этого собрания. Татьяна Михневич, Андрей Сайвин, телеканал «Просвещение». 5000 метров города будущего. В Москве завершилась Российская экологическая неделя. Это уникальное событие. В первый раз на одной площадке объединились социальные экопроекты, дизайнеры, архитекторы, производители экологических продуктов и представители власти. Общая цель – сделать современный город комфортным, альмином, зеленым и велосипедным будущим города Мария Ермаченко. Вот таким, наверное, и должен быть город будущего. Город, в котором очень много велосипедов, по улицам ездят не обычные автомобили, а электромобили. И, конечно, на улицах просторно. Этот город самый лучший. Построен в манеже, в миниатюре представляет то, к чему стремиться надо. Зеленый – город будущего. Идеален по форме и содержанию. Пока на импровизированных улицах посетители любуются арт-объектами, в конференц-залах обсуждают экологические проекты. От переработки отходов до создания парковых зон и решения транспортных проблем. Положительные примеры, скорее всего, продемонстрируют столица. В городе, например, появились владельцы электромобилей. Их уже тысяча. Для многомиллионного мегаполиса – капля в море. Но главное – тенденция. Цифр по велосипедистам не представили. Но достаточно выйти на улицу, чтобы понять. Их тоже с каждым днем все больше. Наша программа все-таки 5% москвичей пересадить на велосипеды, чтобы они пользовались велосипедом не как роскошью или не как удовольствием, а как средством передвижения. Ну, допустим, можно будет доехать от Третьякиковской галереи, через парк Горького, через Воробьевы горы, к Филевскому парку. Ну, я к примеру говорю. Либо там выехать уже на набережную Киевскому вокзалу. В прошлом году была открыта дорожка, которая связывала Марина Братеева. Была открыта дорожка, которая связывала, допустим, участок между Беляево и Чертаново. Это серая ветка с оранжевого через Битцевский парк. На мой взгляд, тоже очень удачная дорожка, потому что пользуется большой популярностью. По земле, на велосипеде, в небо, на дирижабле. Сейчас нам этот вид транспорта знаком в основном по фильмам и книгам. Но в новом экологичном мире у него есть большое будущее. И его создатели готовы решать не только транспортные, но и образовательные проблемы. Моё большое желание показать это детям. У нас есть такая возможность привозить школьников на экскурсии и буквально наглядно проводить с ними опыты. Это гелия, это газ легче воздуха. Для этого не нужно использовать лаборатории в школах, которые сейчас не всегда обладают такими возможностями. И показать деткам, которым интересно, как работают самые уже известные, изученные на сегодняшний момент возможности. И, соответственно, готовить их к тому, что по окончанию образования они придут к нам и продолжат создание новых летательных аппаратов. Философию будущего, гармонию с природой, декларирует проект «Экопланетяне». Это часть фестиваля экокультуры «Земляничное дерево». Он проходит в столице с мая по октябрь. После манежа «Экопланетян» можно будет увидеть на усадьбе «Джаз» в Архангельском. А вот это денежное дерево. Организаторы предлагают задать вопрос, сконцентрироваться на нем, выбрать один из листков и прочитать, что же вам предсказано. Вот у меня, например. Думай, что делаешь, сделай, что думаешь. В городах живет более половины населения всей планеты. И это количество только увеличивается. В России уже сейчас две трети – горожане. И создание зеленого города во многом зависит и от них. Отметили организаторы «Экологической недели». Веломаршруты когда-нибудь проложат. А вот крутить педали и лежать на газ останется личным выбором. Мария Ермаченко, Илья Титов, Телеканал «Просвещение». О том, как провести досуг после рабочего дня 23 мая в четверг, узнаем в нашей рубрике «Афиша». Третья московская биеннале архитектуры откроется в Москве. В программе более 60 мероприятий, участие в которых примут ведущие зарубежные и отечественные архитекторы и дизайнеры. Основной темой биеннале станет идентичность. Своё мнение о работах выразят ведущие художественные критики и кураторы этого проекта из других стран. Ботанический сад МГУ откроет сезон прощания с весной и встречи лета фестивалем цветов. Помимо обычных для этого региона растений тюльпанов, гиацинтов и нарциссов, посетители смогут погрузиться в культуру Японии. В некоторых частях сада зацветут дальневосточные сакуры, перенося белизной цветков в загадочный и непостижимый мир Востока. К 400-летию дома Романовых выставочный зал федеральных архивов подготовил необычную экспозицию, которая рассказывает две увлекательные темы. Моду истей российских императриц. На выставку представлены рисунки, несколько альбомов, богато украшенных аппликациями и акварельными рисунками. Украшением выставки станут платья из коллекции Государственного Эрмитажа и Музея-заповедника Гатчина. Выставка станковой живописи московского художника и искусствоведа Андрея Епишина без названия вновь напоминает искушенному зрителю о том, что возможности творчества бесконечны, как бесконечна сама жизнь. Свободное пространство «Циферблат» приглашает всех желающих созерцать и вдумываться. Чему будет способствовать глубокая и неоднозначная живопись Андрея Епишина. И уже сейчас в Москве подводят итоги фестиваля студенческих фильмов. А в Музее музыкальной культуры готовят выставку, посвященную Федору Шаляпину и Сергею Рахманинову. Об этих событиях мы расскажем, когда снова наступит наше время. Аминь. 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 Аминь.